Акустические системы бывают двух видов. Активные, со встроенным усилителем, и пассивные, требующие внешнего усиления. Выбор того или иного вида акустики для построения стереосистемы фактически определяет сценарий её дальнейшего развития. Поэтому особенно важно понимать плюсы и минусы каждого варианта ещё на этапе планирования будущего комплекта. С этими вопросами мы и разберёмся прямо сейчас. Активная акустика, предназначенная для использования в стереосистемах, имеет встроенный двухканальный усилитель, который, как правило, обладает разнообразным набором входов. Это позволяет напрямую подключать цифровые и аналоговые источники разных типов. Кроме того, активные колонки довольно часто оснащаются беспроводным модулем Bluetooth, дающим возможность отказаться от использования в домашних условиях портативных колонок и прочих бумбоксов, не обладающих высоким качеством звука. Наличие у большинства активных колонок пульта ДО окончательно уравнивает их с традиционным стереоусилителем в плане удобства использования. Если взять за основу активную акустику, вы автоматически сокращаете состав системы на один компонент, что позволяет сделать её предельно лаконичной. Например, активные колонки в связке с проигрывателем винила или с компактным стримером. Помимо экономии жизненного пространства, активная акустика даёт возможность сберечь и финансы. Ведь при сравнимом качестве звука связка из пассивной акустики и усилителя будет стоить дороже. К тому же к ней нужно будет дополнительно приобрести акустические кабели. Ещё один плюс активной акустики — это заложенная на стадии разработки согласованность динамиков и усилителя. Все вопросы совместимости с самой ответственной части системы уже решены, и пользователю остаётся только подобрать источник сигнала. Таким образом, активные колонки хорошо подходят тем, кто ищет максимально компактное, универсальное и готовое к работе решение. Собирая классический комплект, состоящий из пассивной акустики и стереоусилителя, нужно в первую очередь учитывать их совместимость по рабочим характеристикам. А если обратить особое внимание на характер звучания обоих компонентов, вы получаете дополнительный инструмент, с помощью которого можно максимально точно подстроить звуковой почерк всего комплекта под собственные предпочтения. Кроме того, в такой системе можно менять только один из функциональных компонентов — акустику или усилитель. Например, если вы переместили систему в комнату другой площади, вы можете заменить только акустику, сохранив привычный усилитель. А в случае апгрейда с целью повышения качества звука, можно менять лишь ту составляющую системы, которая является слабым звеном. Активную акустику в обоих случаях пришлось бы менять целиком, что сопоставимо по расходам с покупкой новой системы. Ещё один плюс классического комплекта — расширенные возможности коммутации. Стационарные усилители всегда имеют большое количество одинаковых входов. Не по одному каждого типа, как у активной акустики. Это является важным преимуществом, если вы планируете использовать несколько источников с одинаковым типом выхода или решите заняться апгрейдом системы. Так, например, в ситуации, когда качество или характер звучания ЦАП, встроенного в усилитель, не соответствует ожиданиям, всегда можно использовать внешний высококлассный ЦАП, подключив его к свободному аналоговому входу усилителя. В то время как с активной акустикой единственный аналоговый вход может быть занят другим источником, и обойти встроенный ЦАП уже не получится. Только если покупать ради этого внешний предварительный усилитель для коммутации сигналов, что сводит на нет ту простоту и компактность, ради которой обычно используют активную акустику. В целом классическая стереосистема является более гибким решением и в плане функционального апгрейда, и когда возникает желание повысить качество звука. Но при этом процесс построения такой системы требует от пользователя более активного участия в подборе компонентов. Подведем итог. Активная акустика и классический комплект с пассивной акустикой и стереоусилителем обладают прямо противоположными свойствами по целому ряду вопросов. Основные преимущества активной акустики – это более доступная цена и возможность собрать систему с минимальным количеством компонентов. Кроме того, она является максимально цельным завершенным решением, требующим минимум усилий от пользователя в плане подбора и инсталляции компонентов. Апгрейд системы с активной акустикой лучше планировать заранее, поскольку дополнительные источники сигнала должны быть совместимы с теми входами, которые остались свободны. Система с пассивной акустикой и усилителем лучше подходит тем, кто хочет иметь максимум возможностей для тонкой настройки звука и планирует использовать большое количество источников. Такая система получается максимально удобной в плане апгрейда, поскольку позволяет постепенно и с наименьшими разовыми расходами повышать качество звука. Шаг за шагом приближаюсь к идеалу. А у меня на сегодня всё. До новых встреч! Широкий ассортимент активной и пассивной акустики и стереоусилителей вы найдёте в интернет-магазине аудиомании. А консультации по выбору можно получить онлайн и по телефону. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, если смотрите нас на YouTube. Так вы не пропустите новые видео.